Сегодня в программе Было очень большое количество возможностей для поездки в полосе В разных местах люди одновременно понимали, что золото это здорово Даже запрещено было прикасаться обычному человеку к какому-то изделию Или, допустим, к камню, который принадлежит какому-то шаху Это сразу успел Неужели сам Фаберже не смог отличить Ну, я понимаю, что он даже не ожидал, наверное, такой подставы в те времена А тогда, вы знаете, они даже не думали, что что-то можно синтезировать Что за странная единица массы карат? Если вам говорят то, что мы по фото и видео определим вам камень Бегите от этого специалиста в кавычках подальше Добрый день! Сегодня у нас в гостях Анатолий Германович Николаев Анатолий Германович Николаев Доцент кафедры минералогии Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Аккредитованный эксперт в области драгоценных камней, предметов культурного наследия и антиквариата Про него можно сказать, что у него глаз-алмаз на алмаз И на другие драгоценные камни С вами я, Гамир Фрустем, студент 5-го курса Химического института КФУ Здравствуйте! Добрый день! И первый вопрос, что же вас привело в эту довольно интересную область исследований? Вы знаете, начиная, может быть, с детства Каждый ребенок, особенно, который рос в Советском Союзе Всегда смотрел фильмы о путешествиях Ну, путешествия, драгоценные камни, вот эти, как Джек Лондон И всегда поищал какие-то такие интересные приключения Это то место! Я уверен, это оно! Странно, остров не мог погрузиться в воду Было интересно поступить на геофаг, так как это было очень большое количество возможностей Для поездки в полосе, изучения каких-то интересных объектов Побывать в тайге, сходить на охоту Это же все равно как бы затягивало Ну, а на втором курсе, когда я побывал в Элементском минералитическом заповеднике На месте, как раз, практики своей, учебной, кто проходил у нас после того курса Меня заинтересовали драгоценные камни Потому что это очень красивые природные объекты И когда вот именно самое интересное заключалось в том, что когда ты сам их добываешь, изучаешь То есть вы шли на институт геологии вот именно с целью именно драгоценные камни изучать, правильно? Нет, меня больше интересовала геология сама Так как она позволяет человеку познать те объекты, которые обычный человек не может понять Геология открывает книгу, которая существовала на нашей Земле Многие миралы лет назад, многие миллионы, когда жили, допустим, динозавры Геология – это именно та наука, которая открывает очень неведомые границы человеку познания А какой ваш любимый драгоценный камень? Самый, наверное, интересный, который я защищал кандидатскую диссертацию, это, наверное, алмаз Хотя алмаз сам по себе обладает очень простым химическим строением, углерод все-таки А не как изумут кучу химических элементов, как софир Он, прежде всего, обладает очень уникальными физическими свойствами И до сих пор алмаз является тем химическим соединением, которое до сих пор до конца считается не изученным Потому что он обладает определенными такими уникальными свойствами Например? Это материал самой высокой типопроводности Он очень хорошо, даже выше, чем металл, проводит низкий класс тепло Но ведь алмаз – это углерод, а углерод, он горит Как так получилось, что он обладает наибольшей типопроводностью? Это связано с тем, что он образуется в глубинах мантии Земли На глубине порядка 150-200 километров Если взять, допустим, физику, давление сколько-то Это порядка 40-50 тысяч атмосфер Вот это, как считается, поставить 28-30 слонов на женскую шпильку И вот этот, как раз, сантиметр женской шпильки Это будет создавать такое давление А как вообще люди поняли, что вот именно этот камень драгоценный? Почему вот в разных местах люди одновременно понимали, что золото – это здорово Хотя это, конечно, не камень, а металл Но, например, изумруды, сафиры, рубины – они ценились, можно сказать, в любой точке света же, правильно? У драгоценного камня, вообще поделочного камня и, допустим, ювелирного камня того же самого Основные свойства – это, прежде всего, уникальный рисунок, уникальный цвет Второй момент – драгоценный камень должен быть очень твердым Мягкий, допустим, тальк, вы его будете носить, он в руках у вас сломается Ну и третий самый основной вариант, именно откуда понятие пошло – драгоценность и уникальность – это то, что они очень редко встречаются Много вещей, которые редко встречаются? Ну вот, а драгоценные камни как-то выделяются же на этом фоне Если бы, допустим, тех же самых рубинов и софилов было большое количество, они из них, может, было там, я не знаю, дома строить очень много То они бы, понятие драгоценного камня не распространялось, потому что нет уникальной средкости То есть драгоценный камень – это вот некое общее между тем, что он обладает как уникальными свойствами, так и то, что их просто мало? Мало, да, это должны создаваться такие уникальные геологические обстановки, которые очень редко встречаются И вот небольшие месторождения дают А так как людей, которых хочет им владеть очень много, а владеть хотят небольшим количеством объемов камней В связи с этим очень высокая редкость и высокая стоимость Сколько тут карат? Не меньше четырех, пяти тысяч карат Три штуки бакса за карат Что? Серьезно, я вам зуб даю Откуда столько цветов? Что это? Том и дело, говорят, в опале можно увидеть всю вселенную, настолько они старые Очень многие придают камням какие-то, ну, совершенно уникальные свойства, которыми они, очевидно, не обладают Защита от духов или, может, наоборот, некое величие Молдовое плавление пошло именно с тех времен Даже запрещено было прикасаться обычному человеку к какому-то изделию или, допустим, драгоценному камню, который принадлежит к какому-то шаху Это сразу успелось Все же считают алмазы и баянты, это же лучшие друзья девушек, но эта фраза появилась в 20 веке только А до этого времени, до 18 века, камень считался камень воинов Потому что он был несукуршим, был очень твердый До 15 века его могли только натаскать в лице Кто посмел завладеть камнем, надеть изделия, пытаться его как-то, ну, даже в руках подержать, это была смертная казнь Имея правду только высшие сословия, духовенство, и это, как бы, камень воинов был А нелогичнее ли сделать рубин камнем воинов? Он же красный, как похмарс Вы знаете, вот по поводу цветных драгоценных камней есть особенности Вот когда большие воины у нас были, после них всегда ценились изумуды Когда все стихало, уже к лубине опять возвращается Это связано с тем, что, ну, война это кофе Вот эти как раз, именно такие вещи А рубины почему? Почему именно алмаз был? Ну, сам по себе алмаз распространен именем Очень большое количество месторождений есть алмазов Но по сравнению с другими месторождениями, допустим, изумудов, тех же самых, софилов и рубинов, их меньше встречается Но почему они очень долго стоят, это связано с политикой дебилс Это была, возникла политика в конце 19 века, и у них была такая фаза Если даже четыре человека останется на планете Земля, и они захотят купить варианты Мы должны продавать только двоим, чтобы был спрос То есть цена алмазов искусственно завышена, правильно? Да, искусственно завышена А какой драгоценный камень самый дорогой? Самой высокой стоимости камня – это цветные алмазы Цветные алмазы уникальны тем, что один цветной ялкий алмаз классного цвета, голубого цвета, аленджевого цвета, зеленого цвета Попадается где-то примерно на 200-250 тысяч бесцветных камней А чем рыжий камень, тем цена выше становится А расскажите немного больше про искусственные камни Какие есть искусственные драгоценные камни? Может быть какие-то искусственные камни даже дороже драгоценных бывают, которые природные? Давайте начнем с того, что искусственный камень давно уже пытается получить известный случай Именно когда раскапывали захоронение египтян, вот именно флорунов Там находили под изумодой сделаны стекла те же самые Человек давно хотел уже, думал об этом, чтобы обмануть природу И это прежде всего больше, наверное, желание нажиться на этом деле, заработать Фальшивка Да, фальшивка Потому что всегда идея начинается с того, сколько на этом можно сделать денег себе Первые успешные мета-синтезы, это 1840-30-е годы, 19-го века Заключаются в том, что два остатка после огланки лубинов Испекались их И получаются так называемые женевские лубины Когда мелкая вот эта, как раз, кошка до высоких температур достигалась И просто под давлением сжималась Получался вот такой кусок красного цвета Самый ближний к подходу синтеза в истории, это был Оргюст Лионель Французский химик, он начинал работать в конце 19-го века И в этом случае, как раз, он научился делать сначала синтетические лубины Методом плавления, так называемой, в газовой горелке Случай заключался в том, что, боясь природной классы, добавляя сюда холм, который отвечает за красный цвет Да, за красный цвет И в этом случае класс происходил образование при температуре выше 2000 градусов Вот этих класс именно заготовок Потом он туда добавил титан с железом Получил аналоги софилов Потом начал немного изменять химический состав добавок Получил уже шпинель Вот И вот именно это первый драгоценный камень, который начали производить Даже Феберже Потому что этот класс именно Он работал в конце 19-го, начале 20-го века Айгюст Вилнель чем занимался Он, помимо того, что синтезировал вот эти камни, он получил именно патент потом уже Но сначала он занимался тем, что продавал под видом природных камней И даже крупные ювелирные фильмы вот такие именно имитации продались И они отличались тем, что они были очень топорно сделаны А неужели сам Феберже не смог отличить Ну, я понимаю, что он даже не ожидал, наверное, такой подставы в те времена А тогда, вы знаете, они даже не думали, что что-то можно синтезировать Были мысли, но никто об этом открыто не говорил Можно ли вырастить какой-либо драгоценный камень у себя дома? И желательно не в почках Ну, конечно Сейчас, если, допустим, посмотреть фон химиков Там те же самые медные квасцы, допустим, медный купорос Ну, медный купорос это же все-таки не совсем драгоценный камень Я имею в виду чуть-чуть как-то более драгоценный Ну, и известный, как раз, который существует на рынке Самоцветы, вот именно синкретические Достаточно тяжело, потому что здесь, прежде всего, надо создать условия Которос у нас существует на глубине 10-15 км Это достаточно очень высокие атмосферные давления Очень высокая температура Ну, и автоклав просто так на кухню не поставишь Это достаточно тяжелая установка, во-первых А во-вторых, она сделана из платины Платин тот самый химический элемент Который при высоких температурах не взаимодействует с веществом Как раз из него делают автоклавы То есть только алмазы испытывают то же давление, что студенты на сессии? Ну, что-то такое примерно Особенно перед защитой диплома Там же все алмазами становятся А вот большая императорская корона, которая была сделана для Екатерины II Она ведь инкрустирована таким большим количеством драгоценных камней Может ли она считаться самой дорогой, драгоценной Подделкой ювелирным изделием в России на данный момент? Ну, это считается одним из таких самых дорогих изделий Которые у нас вообще имеются на территории Российской Федерации И является достижением на тот момент даже времени Уникальностью в своем изготовлении Там было вставлено более 4 тысяч алмазов Барантов, однокопная шпинель Ее делали очень достаточно долго И она заключается в том, что она имеет Помимо того, что очень большое количество собраний драгоценных камней На одно изделие Она является ее еще произведением искусства А также имеет очень длинную историческую Именно сам факт, что после Екатерины II Все цари, которые у нас в Соломаново были Уходили на престол, они склоновали с помощью этой колонны То есть это некий символ целой династии? Да, династия алманов И колонна является как бы таким силом русского самодержавия А что вы скажете про самый большой камень Большой императорской короны? Ланше это считалось якобы рубином Но после исследований Класса Фелсмана Это оказалось, что это шпинель Шпинель, она была добыта По его описаниям И по следующим исследованиям Это кухилал, это месторожение в Таджикистане А если бы это был рубин Цена короны бы как сильно возросла? Ну, возросла, конечно Но она бы более высоко стоила Потому что таких крупных рубинов Я насколько помню, неизвестно Что за странная единица массы карат? Откуда она пошла? Может быть есть что-то интересное про караты? Почему не мерят в граммах? Карат это считается вот именно семечки Вот этого как раз карата, это растение Которые имеют примерно одинаковый вес А так как очень большое количество Месторожения деграциных камней было В Средней Азии, в Индии, допустим Тогда она в Африке неизвестна была И все это из Индии шло В Среднюю Азию, в Европу И чтобы более удобно было рассчитывать вес Потому что ясно, чем больше вес, тем дороже стоит Была придумана такая унифицированная система Вот именно взвешивать в каратах Именно вот эти зеленышки Карат – международная единица, используемая Для указания массы драгоценных камней Эталоном карата послужил вес семечки Плода рожкового дерева Один карат – это 0,2 грамма То есть бриллиант весом 5 карат Будет весить всего 1 грамм Сапфир из Титаника Которую Роза в конце фильма выкинула Вы как эксперт Можете по кинопленке определить Драгоценный камень или нет? Или для этого нужны прям серьезные исследования? По фото и кинопленке Никакой драгоценный камень невозможно определить Если только в одном случае есть Он имеет приводную кристаллическую форму То есть если там будет даже стекляшка Никакой эксперт ничего не сможет сказать по кинопленке Если вам говорят то, что мы по фото и видео определим вам камень Бегите от этого специалисты в кавычках подальше А вот тем, кто снимает фильмы, получается так можно продешевить? Вернемся к Титанику Считается, что там, когда Титаник снимался Открыли крупные месторождения Именно в Африке в Транзане Сафиров Нет, не Сафиров Там именно открыли месторождение танзанитов Это яркий голубой камень, очень редкий И как раз именно, что был заэкономил этот фильм Как раз вот этот сафил Он был сделан именно для съемочной группы из Танзанита Пожалуй, самым ярким моментом легендарного фильма «Титаник» Была сцена позирования обнаженной розы Смущенному и романтичному художнику Джеку И во многом благодаря единственной вещи Надетой на ржеволосые аристократки Внушительному кулону В центре которого красовался синий бриллиант в виде сердца На деле же одна из известных ювелирных компаний Разработала это украшение из синего танзанита В обрамлении из камней кубического циркония и белого золота Его стоимость оценивалась примерно в 127 тысяч рублей Но после колоссального успеха картины Появился заказ на создание сердца океана из настоящих драгоценных камней Стоимостью полтора миллиона долларов Именно в этом колье Селин Дион выступала на церемонии Вручения премии «Оскар» в 1998 году Расскажите немного про стены, где мы находимся Про геологический музей Казанский Геологический музей Казанского федерального университета Является один из старейших вообще в России Основан он был в 19 веке Собирался на основе коллекции Именно естественного научного факультета Насколько я помню из истории Здесь достаточно большие коллекции Они еще в социалской классе накапливались Если взять зал минералов Там считается где-то больше даже 10 тысяч областей Уникальность именно минералогического зала заключается В музее нашем Это то, что коллекция систематически закупалась В Германии, допустим, в коллекционных объектах И считается, что закупалась на золото Вот Потом Чем еще уникальны с научной точки зрения Потому что иногда приходится Проводить какие-то исследования, месторождения Которые уже не существуют А вот именно в стенах Именно нашего музея можно найти областей Которые как бы Представляют себе научные ценности У вас здесь еще в ящичке есть фонарик Что это за фонарик? Расскажите, как он Как вы им пользуетесь? Этот фонарик именно используется для диагностики самоцветов А также физические свойства именно люминеценции Так как многие минералы обладают примесями, дефектами Они очень хорошо люминцилуют И вот на основании вот этих мы находим дефекты И можем сказать, в каких условиях они возникли Допустим, если возьмем синтетический Допустим, если возьмем синтетический Лубин Вот он Класс А в синтетике такого не существует И в связи с этим очень хорошо может диагностику производить У вас есть кольцо В нем Как вы можете сказать в нем, во-первых, рубин или нет? И природный он или синтетический? Ну, здесь очень просто делается Во-первых, он очень чистый В рубинах это очень редкость Значит, делаем выводы То, что и по люминеценции достаточно очень такой Четкое свечение Если взять, допустим, синтетику или не синтетику Видите, одинаково сведется Вот это один из критерий Бабушкина рубины времен СССР К сожалению, это все синтетика Советские ювелиры использовали синтезированные корунды Технологию выращивания кристаллов придумали в 19 веке А в 1939 году в Институте кристаллографии РАН Имени Шубникова специалисты сумели наладить производство корундов в промышленных масштабах Натуральные камни в СССР тоже добывали Вот только все они либо шли на экспорт, либо оседали в карманах партийной элиты Студенты, пришедшие на геофаг, имеют прям возможность ездить по месторождениям И добывать эти драгоценные камни сами, своими руками? Да, почему бы и нет Это все можно найти, получать доступ Потому что многие геологические организации, они наоборот, как бы заинтересованы Чтобы завлечь выпускников, либо студентов И есть сейчас возможность такая Я вот слышал о компаниях Вот на преддипломной практике Они готовы уже сами обучать Чтобы потом уже Именно какой-то такой наполненности узкой Допустим, то же самое инженерной геологии, гидрогеологии Допустим, твердые какие-то полезные скопаемые И чтобы потом уже выпускник, уже получив диплом, сразу пришел на работу И его работа будет заключаться именно в добыче или скорее в огранке, характеризации? Ну, геология, вот допустим, если взять мою специальность, которую я закончил Она очень достаточно многоглавная Это можно изучать нефтяные месторождения Искать Можно изучать газовые месторождения, где они находятся Те же самые корректора Либо изучение каких-то сульфидных месторождений Золота, допустим Те же самые драгоценные камни Платины Изучение именно подстроительства фундамента То же самое У нас многие, кто из моей группы работают Они, если захотели в Казани остаться, они все перешли в инженерную геологию Дома всегда у нас будут строить А чтобы построить тот же самый дом, мы должны знать, на что мы его строим Потому что если будет там калстей, какие-то неоднородности То дом просто как бы не выдержит и сломается Это один из факторов Та же самая гидрогеология Самое важнейшее полезное скопаемое У нас вообще на планете Земля это нефть, не золото Вы один день без воды не сможете прожить Вода станет бесценной Это мы когда были в Крыму в 15-м году Я поехал с юными геологами И вот как раз местные геологи рассказывают Что вот именно у них проблемы там Как раз их отключают воды И самая ценная полезная скопаемая стала вода Потому что без воды уже все В экспедициях ездим часто И вот дальше в 2018-19 году Повезли очень интересный материал Материал уникальный тем, что здесь мы когда его начали изучать Оказалось, что новый ювелирный камень Который до этого нигде неизвестен был Вот он Имеет такой очень любопытный мягкий цвет Он чем уникальным Он обладает александритовым эффектом От других камней драгоценный александрит в первую очередь Отличается изменчивостью окраски при разном освещении В лучах солнца он переливается От темно-синего до малахитового А при искусственном освещении Становится пурпурным или алым Феномен камня лег в основу понятия Александритовый эффект Способность камня кардинально также менять цвет В зависимости от освещения А расскажите немного про вашу профессиональную деятельность как эксперта Какие-то интересные случаи или курьезы Я после обучения только приехал на геофак Вот И что-то женщина такая, пожилого возраста Пришла, вот у меня какое-то стекло есть Когда я начал сбиваться, ну посмотрел там явно что не стекло Достаточно крупный изумут был В антиквалном изделии Ну там сумма очень серьезная такая была Потому что вещь с кремом Похожая сестра была И камень очень чистый был А она думала, она у нее хранилась Полжизни осталась от ее матери От бабушки ее И она как бы даже не думала просто Ну решалась, жила Озарили остаток ее жизни зеленым цветом? Ну она осталась довольна Конечно Когда человеку рассказываешь, допустим Это же для людей вот это, допустим Верное изделие это же просто вот металл Камень А вот когда начинаешь рассказывать Кто его изготовил, когда я изготовил Вот таким способом все синтетические алмазы выделяются Появляются, находятся То есть именно по ультрафиолету можно понять Да, потому что синтетические алмазы Они отличаются от природных именно по свечению Они красноватые, аланжевый цвет имеют синтетика И у них отсутствует фосфоэссценция Есть еще такое понятие Когда убрать все ультрафиолету Он все равно продолжается идти Да, да, да Данное изделие представляет собой кольцо Содержит центральный камень Ялко-зеленый измут Происхождение индийское По включениям Имеются небольшие солиды обоголаживания Незначительные Здесь в большом количестве встречаются Приводные алмазы Огранка Круглая 17 И трапециевидная И достаточно Именно Небольшие Присутствуют Небольшие солиды Износа Достаточно Очень симпатичное кольцо Можно считать Высокую должность изделия Спасибо, Анатолий Германович, Вам За ответы Было Крайне интересно Очень Очень много нового Вы нам рассказали Ну, прежде всего, желаю Тому молодому поколению Чтобы шли в геологию Потому что геология Это Такая Как сказать Книга Которую можно читать Читать бесконечно И понимать Как у нас вокруг Происходит В окружающем мире В окружающей среде Где мы живем Ждем На следующей неделе До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...